Хлеб, как известно, всему голова. Лучшие мастера пекари со всего юга России на днях собрались в Пятигорске. Студенческий конкурс «Современные технологии производства продуктов здорового питания» был организован в рамках отборочного этапа проекта «Улица школ». Сюда приехали команды из 15 высших и средних специальных учебных заведений Северокавказского федерального округа. Мы развиваем туристический кластер нашего округа. И, естественно, общественное питание является основной частью этого кластера, причем очень важной частью. «Современные концепции хлебопечения, они вышли на новый уровень. По сути, это даже уже производство новых продуктов. Они функциональны, они полезны, они просто необходимы человеку». Такой хлеб, считают участники из Крымска, может заменить целый обед. Ведь в нем самые разные озлаки, зерна, витаминные добавки и даже фруктовые соки. «Привезли перловый хлеб и яблочный хлеб». «Чем отличается?» «Привезли перловый хлеб отличается своими витаминами, то, что он очень питательный, сохраняет молодость, бодрость на весь день. А яблочный, он очень вкусный, тоже витаминный также, потому что в нем и виноград, и яблочный сок, и яблоки сами разрабатывали, сами придумывали. Что-то по бабушкиным рецептам, что-то уже свое, по современной технологиям». Свои уникальные ноу-хау представила и кисловодская команда. Ее шеф-тренер уже не раз побеждал на всероссийских и международных конкурсах. «На базе нашего техникума имеется ресурсный центр, который оснащен сейчас по самым современным технологиям. Тот спектр необходимого оборудования, которые требуются на любом сегодняшнем современном предприятии общественного питания. То есть есть конвектоматы, есть и пекарские шкафы правильные. Мы сделали пять изделий, все они на основе сладкого теста. Особой гордостью у нас то, что в центре стола – это бисквитная полена с творожным пудингом и клубникой». Теперь по результатам конкурса будет сформирована команда профессионально подготовленных студентов. Им предстоит участвовать в международной выставке «Современное хлебопечение-2014». Она пройдет в Москве с 23 по 26 апреля. Редактор субтитров А.Семкин